МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В урочистостях принимают этот дел патриарши-экзарху сия Беларуси Павел и каля 20 епископов с Беларуси, России и Украины. Историей и сучасностью епархии подчеркнулся Алексею Центерову. В начале литургии запланованы о половине 10-й раницы, но люди начали приходить в Гомский свято-Петропавловский кафедральный собор за никаких один до этого. Непосредственно на богослужении присутствовало несколько тысяч человек. Еще несколько миллионов могли наблюдать за святкованием 90-х годов Гомельской епархии в режиме реального часа. Прямая трансляция велась на всю территорию России и Беларуси. До речи, разом с патриарши-экзархом сия Беларуси Павлом, у дел в урочистостях принимают 20 епископов с Беларуси, России и Украины. У вугле значный церковный статус Гомель упершинена был в 1907 году, когда сюда на служение был призначен епископ Митрофан. Потом у Гомеля было еще два архиерея – епископы Варлаам и Миколай. Но свою официальную историю епархия отличилась с 1925 года, когда из Могилевского викариатства она была переутворена в самостоянную кафедру. Первым епископом Гомельской епархии стал Тихон Шарапов, до сих пор, который был тяжким и трагичным. Проспотора месяца после прибытия у Гомель епископа арештовали. Наступные 9 годов он провел в турмах и ссылках, а кулеве с гомельчанами активную переписку. В 1934 году епархия практически спынила свою деятельность. До речи, до развалу Советского Союза улады поспели закрыть на Гомельшине около 60% православных храмов. Когда закрыли храмы, меня крестили, у священника на дому. И мать у меня была хростная сестра матери, а хростным была матушка. 20 липня 1990 года – еще одна значная дата в истории Гомельской епархии. Миновата у гэтый день, и она была знову отновлена, а ей керувником призначенный архиепископ Аристарх. Вернули верникам и их головный храм – Гомельский свято-Петропавловский собор. Некаких годов до этого будинок не выкрыстовывался и приходил у занепад. Отновляли его литерально всем светом. Некто хвировал гроши, некто бесплатно працевал на отновлении святыни. Сегодня Гомельская епархия объеднула 160 монастыров и приходов на территории 11 районов в области. До речи, кофись храмов после отраджения епархии увеличилась май у 4 разы. Непосредственно подчас святкования заплановано открытие ящерной церкви у гонора святого Иоанна Война у Жлобини. Церковь делает все возможное, чтобы в людях воспитать вот это доброе отношение и к земле, и к отечеству своему, и к своему дому, к своим родителям, и ко всем окружающим людям. И вот эти 25 лет возрожденной Гомельской епархии свидетельствуют сегодня наши прихожане, наши службы, наше благочестивое, вот такое настроение доброе. Так что положили труды и основания наши предыдущие поколения. Нам хватит еще очень много работы и последующим поколениям. Хочется пожелать, чтобы мы воспитывали в людях хорошие, добрые, вечные, святые. И Господь будет нас всех благословлять. У Мазары воурочистой обстановке открыли городскую поликлинику номер 2. Гэтая установа охоты здоровья отчинила свои дверы для пациентов после реконструкции, на якой находилась с 2012 года. На проведение ремонтно-будовничьих работ было выдатковано с выше 10 миллиардов рублей. А кроме того, набыто медицинское обсталявание на сумму около 800 миллионов со сродков державной программы социально-экономичного развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского полеса на 2011-2015 годы. На открытие медицинской установы побывал Дмитрий Котау. Открытие городской поликлиники у отдаленном микрорайоне Заречный – падея долгошаканная. На протягу опошних трех годов Бакуле шла реконструкция, жихары района могли отримать медицинскую допомогу у будинку мясовой школы. У некоторых классах находилось специальное обсталявание. Але, как трапить до специалистов в узком профиле, необходимо было отправляться в центр города. Особливо тяжко приходилось пожилым людям, для которых такие поездки в громадском транспорте были достаточно частыми. Зараз отримать всю необходимую медицинскую допомогу можно побачь с домом. Семхирургии не было, потом эндокринолога не было, потом многих врачей не было. А у нас тут очень много болит с сахарным диабетом, надо к эндокринологу туда. Теперь тут уже будем на месте. А там очередь большая, весь город там. Поэтому очень удобно, когда тут в микрорайоне Заречный, вот эта поликлиника. Проведенный капитальный ремонт полностью изменил внешний выгляд поликлиники, починающий от стен помешкания до заявления нового сушастного обсталявания. Доступность до помоги, повышение якости медицинского обслугования, створение принципово новых умов, как для пациентов, так и для медперсонала. Такие задачи стоять перед обновленной установой Аховы Здоровья. Здесь предусмотрен прием врачами-терапевтами участковыми, врачом-педиатром участковым, врачом-хирургом, врачом-стоматологом и врачами-специалистами по графику. Кроме этого, предусмотрены и имеются все необходимые, вспомогательные, так называемые, кабинеты для полноценного приема и оказания первичной медицинской помощи. В микрорайоне Заречный проживает больше за 5000 человек. Новая медустанова различена на прием 250 пациентов за смену. Мясовые улады сподяются, что высокий профессионализм и уважливое ставление до кожного пациента будут постоянным принципом у работе городской поликлиники номер 2. Надеемся, что этот объект будет востребован для наших жителей микрорайона Заречный и они будут удовлетворены медицинским обслуживанием. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. У работников сферы эдукации Гомельщины есть добрая традиция щиро радоваться поспехами и достигнениям своих творческих супрацовников, сбирающихся у один и дружный коллектив. До приклада, сегодня вспоминали заслуги и уважали за их ректора Гомельского областного института развития эдукации Надею Котову. В аурочистой обстановке самых теплых и пятьсчетных пожаданий ее отправили на заслуженный отпочинок. Вероника Ворошилина, «Протягне». Здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте, все, мои радости. У гэтый летний сонечный день, який так и настроювая на позитивный лад, Надея Котова принимает гостей с особливым почутем радости и одночасового хвалявания. Отпрацовавши 15 годов на посаде ректора Гомельского областного института развития эдукации, развидваться с любимой до глубины души працы вельми не просто. Работу, которую я делала эти 15 лет в качестве ректора этого института, лучшая работа в мире, потому что я очень ее любила и люблю. А любая любимая работа всегда является работой лучшей. Запрошенные на урожистать гости подделяют хвалявания Надея Алексеевны, а тому сустракают ее стоящий шкваломоцных аплодисментов. Такий знак поваги и удяжности – бадайлепшая у знагорода, за проведенную ее шмотгадовую працу. Пригадали, как начинался профессийный шлях Надеи Котовой. От загадчика кафедры культурологии и проректора по новоково-методичной работе до ректора Гомельского областного института развития эдукации. Шлях этот был звелистым и не простым, однако переодоливать усе пирожкоды допомагал дружный и зладженный коллектив. До речи, особливый микроклимат – щирости, душевности, пяшчоты, чувности и доброзачливости у им допомагала створать сама Надея Котова. Ничто так не выражает человека, ни его поступки, ни его дела, как его чувствительность и отношение к миру. Вот эта чувствительность подчиненным, доброжелательность, требовательность – ярчайшее качество руководителя нашей глубоко уважаемой Надежды Алексеевны. Надея Котова – кандидат философских навук, доцент. Яна керавник с активной житевой позицией, конструктивным меркованием, глубоким мыслением, умением прогнозовать працонные справы и принимать твердые решения. За годы ее деятельности на посаде ректора Гомельский областный институт развития эдукации вырос с пункта гляджения материально-техничной базы, выкрасывания найновших информационно-коммуникативных технологий у эдукацииной сферы. Тут заявился уласный комфортабельный интернат. Сегодня ГИТ-институт является важным званом у развития галіно-эдукации и белорусской науки как на Гомельщине, так и в республике в целом. И таки поспех – заслуга коллективу и его отказного и добросумленного керавника. Я хочу пожелать Надежде Алексеевне, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия и успеха буквально во всем. Высказать слова искренней благодарности от всех работников отрасли образования Гомельской области за то, что она столько лет возглавляла институт развития, и благодаря ее позиции именно многие моменты, связанные с совершенствованием системы образования Гомельской области, были воплощены в жизнь. Спасибо большое, уважаемая, дорогая наша Надежда Алексеевна. Люди, які соправдили от данной любимой працы, назавсюду застаются прихильниками обранной справы. Надія Котова пожелала родному институту и коллективу удосконалення новых перемог и достигнений. И пообицаала и далее работать усе махчимое для подтримания высокого узровня установы и обовязково сочить за ее поспехами. Институт всегда в моем сердце будет до последнего моего вздоха. Я буду работать на кафедре, я буду встречаться со слушателями, и я буду делать все для того, чтобы тот уровень содержания курсовых мероприятий, которые имеют место быть в институте, чтобы своей работой делать их еще лучше. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоакомпания «Гомель». До інших тем. У ночи на 12-е жнивня факты порушения ухудкости на дорогах Гомельщины почнуть фиксовать автоматичные датчики контролю. Они находятся в местах, где подобные порушения региструются наибольшь часто. Зараз приборы працуются в тестовом режиме. На какие эффекты различаются у працонники ДАИ и как до этой меры ставятся автомобилисты. Под обязанностью в наступном сюжете. За сутки у Гомельской области выявляется усярэйдем каля 300 порушений ухудкостного режима. И это без уліку працы новых стационарных датчиков контролю. Кожный из них фиксует, что день до 500-600 фактов. Адлик починается с первой шеи, не дозволенной знаками худкости на 12 км за годину и выше. Датчик самостоятельно фиксирует скорость нарушения, время, дата, а также транспортное средство с увеличением регистрационного знака. И автоматически данные сведения обрабатываются через центр фиксации правонарушений. И владельцам транспортных средств направляются так называемые письма счастья. По куль порушений фиксуют 35 датчиков, які усталяваны на трасах республиканского и местного значения, а так само у особных населенных пунктах. При этом ніяких схаванных камер. Про работу датчиков попереджуют специальные знаки. Удаи переканалясь, остановочий выник уже есть. Проанализировав их работу в тестовом режиме, можно смело сказать, что они дают хороший эффект. То есть водитель транспортных средств, видя предупреждающие знаки, а также видя сами датчики, они снижают скорость движения транспорта и проезжают эти участки с разрешенной скоростью, не нарушая право дорожного движения. Угумельские водители, дарычи, про эту новину уже доведалися. У отказ на пытание на концставление ДАЕЕ демонстрирует редкую однодушность и сходу с упрацовниками Державной инспекции. С 12 числа, с 12 часов ночи. Я думаю, что это, конечно, нужно. Это цивилизация, шаг вперед. Не всем это нравится, мне в какой-то степени не нравится, потому что где-то бывает зазеваюсь, я где-то превысил скорость. Это способствует, конечно, повышаться дисциплина. Ну, я буду дисциплинировать, будут как-то водители. Я всегда слежу, у меня как бы сейчас детей нет со мной, так у меня двое пассажиров маленьких сидит, поэтому я всегда пристегнута, соблюдая скоростной режим. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Валерий Гопанько, Игорь Марышенко. Отель и радио компания «Гомель». Захопление живописом перемогло у им геолога. У его таллинт от Бога. Миновито так близкие люди характеризуют мастака Александра Гайлевича. Гомель ушановал память живописца, который пошел с житя в минулом году. Открытем выставу у Палацево-парковом ансамбле. В 90-е годы, минулого 100 годов, покинувши працу по специальности, былый геолог Александр Гайлевич целком просвятил себе мастацтву. Умело сполучаючи реализм и импрессионизм, мастак за все дызнаходил душевный водгук у глядача. Особливая техника аллейного живопису и акварелии – «Алапрыма». Робить картины незвычайными. Кожная работа створалася за один сеанс. Организовать эту выставу у Гомеля допомог сын мастака Вячеслав. На ведвальники могут убачить 23 работы. И на этом выпуск завершен. Наступный глядите завтра ранее на телеканале «Беларусь-2» у 7-х годин. Усяго доброго и до встречи в эфире.